Добрый день, дорогие лидеры! Спасибо вам большое, что решили ненадолго отложить все свои дела и посвятить это время нам. Я вам обещаю, что сегодняшний эфир будет очень интересным и познавательным. И сегодня у нас снова в гостях чудесный человек Александр Белькович. Шеф-повар, ресторатор, телеведущий, автор собственных кулинарных книг. Да что там говорить, Саша уже в 21 год стал шеф-поваром, открыл более 20 ресторанов, в том числе в Лондоне, в Нью-Йорке. Так что хорошую еду он видит за версту, его глаз не обмануть. Привет, Саша! Лена, привет! Рад быть здесь с вами вместе. Отлично проведем время, уверен, что вкусно, что-нибудь приготовим, как обычно, и просто получим удовольствие. Слежу за вашей страничкой в Инстаграм, хочу поздравить вас, потому что вы получили несколько наград за лучший продукт 2021 года. Считаю, заслуженная победа, поздравляю! Спасибо большое! Это здорово! Нам действительно очень приятно, и тебе спасибо за такие теплые слова. Но, честно говоря, мы с командой в этом и не сомневались. Ведь настоящая награда для нас – это признание наших покупателей. А в нашем клубе в Инстаграме «Нечаев Фэмили Клаб» уже более 50 тысяч единомышленников. Это люди, которые заботятся о своем здоровье и выбирают полезные и вкусные продукты «Нечаев Фэмили Клаб» на ежедневной основе. Саша, сегодня такой чудесный летний день, теплый, и мы все ждем выходных, семейных праздников на природе. И я предлагаю приготовить шашлык. Ведь какая дача без шашлыка? О, да! О, да! Роман шашлыка – это символ лета. Все любят шашлык? Природа! Друзья, отличное настроение! Лен, я вижу, ты уже немножко подготовилась. Да, Саша, я взяла на себя смелость и заранее замариновала курочку по твоему фирменному рецепту маринада. Мне приятно. Вообще, это здорово! На основе майонеза и апельсинового сока. Может быть, ты поделишься с нашими зрителями своим рецептом? Конечно, конечно. Знаешь, вот очень вкусно пахнет, здорово замариновала. На самом деле, это… Он очень простой и весьма необычный, но очень простой в приготовлении. И самое главное, что он делает мясо очень мягким, вкусным и, самое главное, сочным. Вот. На самом деле, маринад очень простой. В состав этого маринада входит майонез, апельсиновый сок, немножко свежемолотого перца, ну, кто любит поострее, можно побольше, и немножко соли. Майонез делает по-настоящему сочным блюдо, вот. А апельсиновый сок, он делает немножко такой, знаешь, аромат цедры и размягчает его. И этот маринад отлично подходит для индейки, либо подходит для курицы. Но многие, знаете, вот не любят куриную грудку, потому что она сухая. Но если приготовить куриную грудку в этом маринаде, то она обязательно будет сочная и вкусная. Саша, как же вкусно и аппетитно ты рассказываешь. Я, правда, немного доработала твой рецепт. Я вижу. Да, я очень люблю экспериментировать, как ты помнишь. Поэтому вместо обычного майонеза из магазина, ну, что уж там скрывать, зачастую этот майонез неполезный, содержит достаточно много сахара и всяких других неприятных ингредиентов, которые я очень советую всем избегать. Поэтому для приготовления нашего, точнее, твоего соуса, я использовала наш легкий соус провансаль от Нечаев Family Club. В нем содержится соль с пониженным содержанием натрия. У него очень классический майонезный вкус, но нет сахара и вредных компонентов. Позже наши эксперты расскажут о нем поподробнее. А сейчас я предлагаю перейти уже к приготовлению. Уж очень хочется отведать нашего шашлычка. Да, кстати, Саш, я еще кое-что изменила в твоем изначальном рецепте, заменив апельсиновую цедру. Просто на куски апельсина порезала его на четыре части, выдавила прям весь апельсиновый сок в наш соус, в маринад, и после бросила с цедрой. Я вижу, я вижу. Ты вот и любишь экспериментировать. Ты знаешь, вообще... Мне кажется, для дачи это проще, нежели возиться с натиранием цедры. Правильно, мне нравится твоя идея. Главное, знаешь, как отжать ее как следует. Я это сделала. Просто отжала как следует. Просто в цедре вот эти эфирные масла, они очень вкусные, они дают легкий такой цитрусовый привкус. И вот от апельсинов там такой, знаешь, получается очень деликатный вкус. Ну, курочка готова, я пошел жарить. Отлично. Саша, если ты не возражаешь, я предлагаю еще сделать овощи на гриле. Они настолько сами по себе сочные, что и в маринаде-то особо не нуждаются. Согласен. Овощи с курицей просто будут идеальны. Отлично. Я тогда займусь нарезкой. О, Лена, отлично. Процесс идет. Ага, я принес большую мисочку, вот сюда будем овощи добавлять. Вот, здесь на самом деле все просто с овощами. Просто достаточно их обжарить на углях, и они очень вкусные получатся. Ну, я думаю, мы присыпем их все-таки солью. Обязательно. У нас вышло много вариантов соли всякой интересной. Выберем сейчас с тобой. С удовольствием. Вообще овощи отлично сочетаются с курицей, с мясом на мангале. И самое главное, что их надо просто крупно нарезать вот такими кусками. И это очень легко, просто, и ничего здесь сложного нет. Так, и баклажанчик. Баклажаны любишь? О, очень. Это очень вкусно. У меня бабушка... С чесночкой. Ой, да, да, это очень здорово. У меня бабушка баклажаны называет синенькие. Вообще на юге России баклажаны называют синенькие, но потому что они как бы такого синего цвета, немножко темно-синего. Так, все. Дальше. Оливковое масло. Готово, шеф. Немножко так. Много не надо, буквально чуть-чуть просто, чтобы они правильно готовились. Ух, сколько соли у вас разной. Да. Дай посмотрю. Норвежская. Это у нас какая-то... Датская подкопченная. Датская подкопченная. К мясу, наверное, идеально подходит, да? Австралийская для ароматного стейка. Вот, это будет очень вкусно. Альпийская с розмарином и орегано. Что считаешь? Очень здорово. Неаполитанская с базиликом и тимьяном. И еще у нас есть уэльская. Ну, давай возьмем вот эту вот неаполитанскую с базиликом и тимьяном, потому что вот эти травки ароматные с овощами будут просто идеальны. Согласна, согласна. Мы сейчас сюда добавим, а потом еще, когда будем жарить, сверху тоже немножко. Уже пошел запах. Лимончик не повредит. Ну все, потом можно прям вот так вот перемешивать. Когда на природе или на даче все просто, без лишних заморочек, чтобы не тратить время, было ярко, вкусно. И быстро. И быстро. Ммм, как ваша соль пахнет, понюхает. Да, 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 да. Очень здорово, да? Уже так раскрывается запах обоищей. Дальше смотри, тут очень просто. Мы просто потом берем вот так вот овощи, аккуратненько выкладываем. Главное нарезать их не слишком толсто и не слишком тонко. Тогда они быстро, равномерно приготовятся. Так вот, оп. Лен, помоги, пожалуйста, возьми решеточку. Двоем всегда веселее и быстрее. Вот. Тут просто овощи вот так вот выкладываем. Можем таким светофором разложить, чтобы красиво было. Да, еще знаешь, такие овощи здорово, они нравятся детишкам, потому что они разноцветные. И очень ярко смотрятся, да. Я пошел, поставлю на угли. Вот. И заодно курочку переверну. Отлично. А я пока приберусь тут немножко. Лена, ну все, осталось только дождаться. Ох, не терпится. Саш, но у нас сложилась такая уж традиция, не хочется ее нарушать, что каждый эфир ты предлагаешь нашим зрителям какой-нибудь необычный, быстрый, оригинальный рецепт. Может быть, не будем нарушать традицию и что-нибудь еще такое замутим? Интересно. Может быть, салатик. Ты знаешь, есть идея. Вот я вижу кабачки, мята, лимон, соль, оливковое масло. Очень вкусный салат, легкий, свежий, легко готовится и всем нравится. Я в этом не сомневаюсь. Из кабачков. Из кабачков. Да, вот смотри, надо взять вот экономочка, видишь, это удобно и удобнее всего вот так вот нарезать, вот такими вот лапшой. Просто не все знают, что можно в сыром виде есть, а в сыром виде кабачки очень вкусные. Можно из цукини делать, из кабачков. И вот такой штукой удобнее всего нарезать. Смотри, какая лапша получается. Пока ты делаешь этот необычный салат, у меня тоже есть идея, чем тебя угостить и сюрпризик небольшой. Съедобненькая? Ага. Ой, я очень люблю. Давай, буду ждать. Теперь нужно эти кабачки все переложить в какую-нибудь большую мисочку, либо тарелку. Вот так вот. Обязательно подсолить. Я возьму вот эту вельскую соль. Думаю, Лена будет не против. Затем немножко свежемолотого перчика. Ну так, для пикантности и для пользы. Вот. И эти кабачки нужно обязательно заправить. Так, чтобы витамины усваивались, нужно добавить немножко оливкового масла. Оп. И добавим кислинку за счет лимонного сока. Просто вот так вот чуть-чуть. И финальный ингредиент очень важный и очень вкусный. Это листья свежей мяты. Их надо мелко нарубить и прямо добавить к кабачкам. Так, меленько рубим. Вот так вот. Так, все. В конце вот так вот свежую мяту. Все, свежая мята с лимонным соком, оливковым маслом и свежими кабачками. Это очень вкусно. Легкий салат. Достаточно просто его теперь перемешать. И, в общем-то, салат готов. Вот так вот. Хо-хо, ты уже все приготовил. А салат очень быстрый. Вот это что такое у тебя? Отлично. А вот и мой сюрприз. Ничего себе, как вкусно. Это фарапучино. О, красиво выглядит. Да. Недавно я рассказывала нашим зрителям про бронекофе. А в этот раз я решила сделать летний вариант. Холодный вариант кофе. Кофе с безлактозным молоком, с кокосовым маслом, с топленым маслом. И я использовала наш вариант кофе-день. Так как, чтобы нас с тобой не сильно бодрить перед вечером, и чтобы можно было спокойно заснуть, я использовала... Заматывайся. Так всегда. Кофе, который отлично использовать во второй половине дня. Отлично. Но свежий воздух и так бодрит, поэтому пахнет очень здорово. Ммм, Лена, очень вкусный кофе. Да. Ты знаешь, мы действительно стараемся делать качественные продукты. Слушай, ну смотри, как нам повезло с погодой. Как сегодня хорошо. Это прям идеальная погода для пикника. Я в такую погоду очень люблю готовить. На свежем воздухе всегда какие-то новые идеи зарождаются, интересные рецепты. Вот ты мне скажи, ты любишь с семьей ходить на пикники? Да, конечно, обожаю. Мне так нравится готовить, когда так всё спокойно. Хорошо, когда детишки бегают, играют, когда потом все приходят голодные и говорят, папа, когда уже ты приготовишь быстрее, потом все едят эту еду. Это на самом деле, это вот одно из лучших моментов в жизни, когда происходят такие вот события. Семейные сборища на даче. Да, 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 это очень здорово. Тебе тоже нравится. Да все любят это, как ни крути. Это правда. А поделись со мной и со зрителями своими планами на лето. Ой, так здорово, что лето впереди. Я прям обожаю летний сезон. Но сейчас по заграницам ездить тяжело, поэтому у меня в планах я хочу поездить немножко по России, потому что у нас есть такие очень красивые места. Я сейчас только вернулся из одного южного региона, там было так хорошо. Я знаю, что таких мест очень много, поэтому будем путешествовать. Да, это правда. У нас очень много красивых мест, где можно классно отдохнуть. Это да. А вообще главное, это не то, где отдыхать, а с кем. Это точно. Поэтому... Это самое главное. И что есть на отдыхе, да. Да, и что есть. Пойдем проверим наш шашлык, наши овощи. А я пока начну накрывать на стол. Лена, овощи и курица готовы. Саша, как это красиво выглядит. Ой, как вкусно. Запах. Давай я тебе помогу накладывать это все. Прямо, ты знаешь, видно, что все сочное, вкусное. Очень хочется попробовать. Обожаю горячее мясо с огня. Прямо. Это очень вкусно. А можно мне два кусочка? Я думаю, я осилю еще один. Да, такое вкуснятие, но мне кажется, мы тут вдвоем справимся. Сейчас едим. Так, сейчас я овощей сразу положу. Баклажанчик, смотри. И помидор. Красота. Сочно. Ну, давай. Ты знаешь, когда ешь на природе или на даче, ты ешь, ешь, потом бегаешь, чем занимаешься, а потом опять ешь. Можно подогреть. И главное, все отлично переваривается. Да, да, это точно. Быстро. Метаболизм прям ускоряется. Ускоряется на природе, это правда. Можно еще, знаешь, когда на природе много людей готовят, можно устроить чемпионат шашлыков, например. У кого вкуснее. И наверняка победит дружба. Не знаю. Съедят все шашлыки. Так, ну что ж, какая у нас красота. Ну что, садимся за красивый стол. Да, за красивый стол. Ой, это самый классный момент, когда вот так вот вкусно. Можно я тебе налью нашего холодного чая? Я заварила здесь наш новый чай. Он с клевером, с клубникой. Да, и прям отлично подходит для такого чудесного, теплого летнего дня. С удовольствием. Очень хочу. В охлажденном варианте он отлично, мне кажется, дополнит наш шашлычок. Ммм, как здорово пахнет. Вкусно. Очень здорово. Ну что, за шашлык? За шашлык. Ура. Ммм, вкусно очень. Да, не терпится начать пробовать. Ты знаешь, обычно мясо сочетается здорово с томатами. Вот, и поэтому чаще всего все едят курицу, шашлыки, всегда все едят с кетчупом. Вот, но не все кетчупы одинаково полезны, потому что часто добавляют разные ингредиенты, много сахара, но благодаря вашему кетчупу можно есть с любимым соусом, не отказывать себе в этой привычке и получать удовольствие, потому что ваш кетчуп полезный и супер вкусный. Давай возьмем классический, да? Давай. Из помидорков черри, чтобы вкусно. Наш кетчуп действительно невозможно перехвалить, он безумно вкусный. Ммм. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Это вообще, конечно, бомба, да? Я думаю, мы все с тобой съедим. Да еще пожарим потом. Еще пожарим. И овощи с этой солью очень вкусные. Ммм. Это знаешь... Очень сочное. Очень сочное. Это вот благодаря маринаду. Этот маринад, он пропитывает продукт изнутри, он становится мягкий, вкусный, и ты чувствуешь все вот эти вкусы, которые были в маринаде. И главное, ничего лишнего. Мы очень хорошо чувствуем и сам кабачок, и перчики. У нас клетчатка и белок. Клетчатка и белок. Самое полезное сочетание. Чудесно. Может, попробуем и наш салатик из кабачков? Давай. Он свеженький, освежает и очень полезный. Ты такой интересный рецепт придумал. Многие боятся есть кабачки в сыром виде. Но не то, что боятся, это, знаешь, даже непривычно для людей. И все такие, как кабачки в сыром виде, а на самом деле они очень вкусные, полезные, и все витамины остаются. Этим можно удивить своих гостей что-то такое особенное. Да, я еще, кстати, иногда делаю, я еще делаю иногда, как, видишь, нарезка, как паста. И бывает просто на сковородке немножко масла оливкового наливаешь, чуть-чуть чесночка и просто обжариваешь вот такую вот лапшу из кабачков. Это получается, да, паста из кабачков. Это суперполезная, да. Так можно ее и детям удастся. Ну, всем можно. Предложили. Я знаю, сейчас вот смотрят на нас и завидуют все. Вот, но мы не просто едим, мы делимся рецептами с вами очень хорошими, чтобы вы могли готовить такие же блюда, вкусно питаться. Не боялись экспериментировать. Не боялись экспериментировать, да. Лен, мне так нравится цвет и консистенция вашего кетчупа. Знаете, такое ощущение, что дома сам сделал, как будто томаты просто перетер. Это очень здорово. Такая была задача сделать его максимально натуральным полностью и полезным. Саша, ты знаешь, с тобой всегда настолько интересно, познавательно, и так быстро проходит время, и настолько все вкусно, что я безумно благодарна тебе, и так приятно тебя каждый раз приглашать в гости, чего-то новое узнаешь. Ну а пока мы заканчиваем нашу красивую и безумно вкусную трапезу, Саша, я предлагаю передать слово директору направления продуктов питания Ольге Мартьяновой. Дорогие лидеры, как я вам и обещала, Ольга с экспертами расскажет вам очень-очень много интересного. Ольга, передаем вам слово. Пока-пока. Пока-пока.